Благотворительные елки-головы стали доброй новогодней традицией. Их ежегодно посещают тысячи юных гостей. Для кого-то Новый год это только дополнительные хлопоты. Уборка, готовка, бесконечные походы по магазинам. Но здесь, в волейбольном, царит совсем другая атмосфера. И здесь есть Дедушка Мороз. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуйте, здравствуйте. Что пожелаете в Одинцовцам на Новый год? Самое главное – счастье и здоровье. Вот что самое главное в Новом году. Конечно же, хороших подарков и верных друзей. Встретить Дедушку Мороза перед самым Новым годом – это большая удача. Особенно для тех, кто не успел написать ему письмо. Некоторые воспользовались этой возможностью и заказали подарки у него лично. Домик кукольный. Собаку. Кошку. Я хотел бы большой набор Лего-Сити, аэропорт. Angry Birds. Маме золотое платье, сестренке платье в блестках, пальпе книжку, как все военно устроено. А себе? А себе-то что попросил? Ничего. Гости вдоволь наговорились с Дедом Морозом и между собой, пофотографировались и наигрались, а потом проследовали в зал на новогодний спектакль «Доброе сердце», который подготовил для них театр Натальи Бондаревой. Кого только не было на сцене – и русский царь с красавицей-дочкой, и принц Дани, и панда с востока, и даже 26-й сын индийского Раджи. В сказочную атмосферу зрителей погружали спецэффекты, авторские костюмы, музыка и танцы. А после спектакля гостям вручили сладкие подарки. Всего в преддверии нового года в Одинцово пройдут четыре благотворительные елки главы района. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова